Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить». Мы предлагаем обзор наиболее обсуждаемых рязанцами местных событий. Сегодня поговорим о том, как прошли выходные и чем был отмечен в рабочее время наш новый понедельник. Коротко о главных темах. Великий Рязанский крестный ход в субботу многотысячным шествием в столице области отметили семивековой юбилей святого преподобного Сергия Радонежского. Печальные традиции. Рязанские дорожные инспекторы провели выходные рейды по выявлению поддавших водителей. Как всегда, улов был заметный. Рено «Дастер» для глубинки. Администрация одного из малых сельских поселений Рязанской области заявила о госзакупке дорогой иномарки. А теперь обо всем конкретнее. Главным событием выходных стал субботний многотысячный крестный ход, организованный в честь 700-летия со дня рождения Сергия Радонежского. Шли по центральным улицам города. От Свято-Троицкого монастыря на Московском и до Успенского собора в Кремле. С песнопениями и всем священноначалием. Во голове с высокопоставленными гостями и региональным руководством в первых рядах. Такого мы еще не видели, а потому впечатлений хватает. Подробности всех торжественных мероприятий мы перечислять не будем. Об этом уже немало сказано. Много и показано. И, слава богу, прошло все благолепно и торжественно. Главное, что к событию присоединились многие-многие горожане. В Рязань приехали люди из соседних с нами регионов. Все шли в колоннах, которые чем-то напоминали прежние, демонстрационные, но это никого не смущало. Главное, шел народ по зову сердца, по велению души, как раньше. Давным-давно деды-прадеды за крестом во след, за иконами хаживали. Ход в память о преподобном отце Сергии, конечно, впечатлял и заставлял о многом же задуматься. Вот, например, Сергий Радонежский, живший по строжайшим православным канонам, был известен как целитель, к которому за избавлением от недугов обращались и старый млад. И никто не оставался без помощи. Даже существует предание о том, что преподобный удостоился в этом плане дара чудотворения, однажды воскресил к жизни отрока, которого отчаявшиеся родители уже считали навсегда потерянным. Но не с этим прежде всего вошел в народную память в русскую историю Сергий Радонежский. Больше чудес почитали его дар миротворца, а главным, монументальным подвигом святого считают люди его участие в замирении двух могущественных властителей того времени – князя Дмитрия Московского и Олега Рязанского. Таким образом, Русь сумела выставить объединенное могучее войско на бой с татаром-монголами и одержать победу в знаменитом Куликовском сражении 8 сентября 1380 года, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Мир и свобода – вот что сумел дать отечеству преподобный. И разве не это самое главное, чего ждут люди в любом краю, в любой земле, в любые времена? И разве не одному Богу молятся сейчас в Украине и силовики-ополченцы? Разве не целуют нательные крестики, чтобы сберег Всевышний от пули, от осколка? Не повязывают разве оберегающие ленты с молитвами, кто на тело, кто на руку, кто вокруг головы под каску? Только вот жаль, нет сейчас рядом такого чудесного миротворца, такого святого, чтобы нашел слова для созидания мира и народного объединения. И об этом тоже думалось во время крестного хода. Известно, что отошел в мир иной святой преподобный Сергий осенью 1392 года, зная о скорой кончине, сообщается летописцами, собрал великий угодник Божий монастырскую братью и дал им слова в качестве завещания. «Внимайте себе, братья! Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную». Вот так коротко. А зачем длиннее, когда главное уже прозвучало? И разве не для всех сказаны эти слова? И разве не для живущих сейчас и для будущих людей? Но почему же такие простые древние заветы все понимают, но мало кто может исполнить? Продолжая тему, надо отметить, что патриарх московский сия Руси Кирилл, поздравив украинского президента Порошенко с Днем независимости страны, а это было на днях, призвал его сделать все возможное до скорейшего прекращения кровопролития в стране. В опубликованном на сайте Патриархии тексте сказано, убежден, в стране сегодня жизненно необходимый мир гражданской согласии, объединение вокруг христианских ценностей и общенациональный диалог, через который люди разных взглядов и убеждений, даже разделенные ныне противостоянием могли бы реально участвовать в определении судьбы своего отечества. Читал или нет украинский президент сайт Патриархии, неизвестно, зато известно, что в городе Кировской Донецкой области на днях в результате попадания снаряда при обстреле местности силовиками полностью разрушен храм Иоанна Кронштадтского. Три человека погибло, еще шестеро ранено. При этом же артобстреле, сообщает сайт местной епархии, снаряд попал в больницу, где также есть погибшие и тяжелораненые. Но вернемся в Рязань к нашим проблемам и событиям. Дорожные хроники продолжают наш выпуск, причем наименование хроники, увы, в нашем случае имеет двойное значение. Спектр областного ГИБДД вновь свидетельствует, наши водители как пили, так и пьют за рулем, и нет на них никакого укорота. Ну, нет, конечно, после того, как пьянчук ловят, выслуживают от них традиционный «да знаешь, кто я, да ты не знаешь, кому я сейчас позвоню» или «вечный командир, давай договоримся», укорот большей частью появляется в формате исполнения полиции своего долга. Но перед этим машина в пьяных руках представляет собой страшную опасность, источник многих бед и горя. Продолжает тему Глеб Галушкина. Традиционные рейды по выявлению пьяных водителей на рязанских дорогах прошли в минувшие выходные. Так, в субботу водитель «Жигулей» седьмой модели не выполнил требований инспекторов ГИБДД остановиться и попытался, как в боевике, уйти от погони. Однако на перекрестке улиц Магистральная и Октябрьская не справился с управлением и врезался в припаркованное Рено. Кино не получилось. Очередные сплошные проверки водителей на состояние опьянения прошли 22 и 23 августа. За два дня в Рязанской области было выявлено 25 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. И один водитель, который отказался от прохождения, освидетельствовал на состояние опьянения. Дорожные инспекторы напоминают, что массовые проверки автомобилей по выходным продолжатся и дальше. А потому лучше бы владельцам выбрать одно из двух. Либо застолье, либо поездки за рулем. И не только в уикенды, а раз и навсегда. В дополнение к сказанному, сегодня стало известно, что депутаты Госдумы намерены ввести для тех, кто в нетрезвом состоянии допустил автоаварию с погибшими, еще одну ответственность. Помимо основного наказания, предлагается лишать таких водителей и прав на 20 лет. К сведению, в 2013 году в России произошло 204 тысячи ДТП с пострадавшими. В них погибли 27 тысяч человек и были ранены более 258 тысяч. И эти цифры, предоставленные экспертным центром Госавтоинспекции МВД России, почти не отличаются от данных 2012 года. Продолжаем программу. Сегодня в Рязани прошло пленарное заседание городской педагогической конференции. В креслах зала Дворца детского творчества разместилось около 3000 рязанских преподавателей, которым вот-вот приступать к новому этапу воспитания подросшего за лето племени молодого незнакомого. На конференции была Оксана Тебенихина. В преддверии Дня Знаний пора бы подвести некоторые итоги. С какими же результатами школьная Рязань вступает в новый учебный год? В Рязанском Дворце детского творчества состоялось открытие пленарного заседания городской педагогической конференции. Образовательный процесс – дело непростое и очень важное. Здесь каждый специалист буквально на вес золота. А для того, чтобы преподавателю работалось хорошо, а ребятами материал усваивался лучше, необходимо более-менее комфортные условия для обучения. Ну и само собой, далеко не последним по значимости вопросом является обеспечение качественного вспомогательного образования, например, в сфере культуры и спорта. Конференция будет проходить в течение трех дней на различных площадках нашего города. Еще пара тем для небольшого разговора. Один из рязанских информпорталов сообщил, что администрация Ковалинского сельского поселения Кораблинского района Рязанской области намерена купить автомобиль Рено Дастер более чем за 600 тысяч рублей. Соответствующее извещение размещено на портале госзакупок. В поселении, уточняют журналисты, согласно справочнику численность населения Российской Федерации на 1 января 2014 года живет всего 785 человек. Мы тоже подняли интернет и узнали, что центром муниципального образования сельское поселение Ковалинское является деревня Коваленко, а в состав этого самого поселения входят, кроме упомянутой Коваленки, деревня Великая Лука, деревня Грачевка, деревня Новоселов и опять-таки деревня Маренко. Вот так объединенное деревенское начальство решило приобрести для руководящих нужд полумиллионную иномарку. А что, не хуже, чем у людей, знаешь, понимаешь? Видимо, больше некуда в Коваленском хозяйстве 600 тысяч денег применить, кроме как на этот самый начальственный Дастер. Туды его, как говорится, в качель. Ну, в смысле, автомобиль, а не начальство. А может, в тех краях дороги как раз самое то для иномарок. Кто знает, что там за чудеса творятся в глубинке нашей. И еще одна тема всплыла на днях. Заметил рязанский народ, что понемногу пошло шевеление по адресу улицы Ледина, 22. Там, напомним, уже несколько лет, как прилепилось к зданию поземельного банка памятника архитектуры, между прочим, незаконно возведенная пристройка. Давно уж ее приговорили к сносу судебной инстанции, но дело никак не шло. Только в этом августе что-то началось. Теперь вот краеведы и просто более-менее неравнодушный народ заботился. А не пострадает ли памятник архитектуры от всех работ по сносу? Центр города все же. А уж какие мастера-иноземцы будут зданица сносить, известно. Уж, наверное, никак не великие зодчие. Кто присматривает за этими работами, узнать не удалось. По крайней мере, сегодня. Зато точно известно, что рязанские молодые хоккеисты теперь будут играть в новой форме. Комплекты спортсменам прямо на тренировке вручил президент региональной федерации хоккей с шайбой и депутат областной думы Андрей Глазунов. Молодые рязанские хоккеисты из команды «Молния на днях» получили 30 новых комплектов хоккейной формы. Все предметы экипировки лично в руки ребятам передал прямо во время тренировки в Ледовом дворце президент региональной федерации хоккей с шайбой и депутат облдумы Андрей Глазунов. В данном случае, это серьезная, крупная наша команда российского масштаба «Динамо» откликнулась. Они первые нам решили сделать такой подарок, но мы, соответственно, ребятам вручили. Форма приблизительно на полтора миллиона. 25 комплектов у нас получается для команды 98-го года, ребят, которые играют, и 5 комплектов для тех ребят, которые вообще не могут себе позволить приобрести эту форму. Мы их специально выбрали, у которых достаток не позволяет. Но они стремятся, они побеждают, поэтому мы решили таким образом их поощрить. Еще Андрей Глазунов сообщил, что сейчас ведется ремонт интерната, финансируемый из внебюджетных источников для перспективных спортсменов-хоккеистов из районов Рязанской области. Вскоре они смогут проживать в Рязани и тренироваться в молодежной молнии. Еще одним важным шагом в укреплении материально-технической базы рязанского хоккея стало, по словам директора Дворца спорта Олимпийский Владислава Фролова, повышение зарплаты тренерам. И, соответственно, пополнение штата наставников для юных ребят. Сейчас есть возможность у нас принимать дополнительных тренеров, потому что у нас работало всего шесть тренеров на десять возрастов. Нагрузка у них, конечно, была колоссальная. Это не совсем, так сказать, правильно в хоккейных догмах. В связи с этим мы расширяем наш штат. Сейчас уже в младших возрастах очень много детей. Мы очень рады этому факту. По свидетельству тренеров Рязанского ледового дворца, после чемпионата мира по хоккею, закончившийся триумфом российской сборной, число желающих заниматься спортом ребят, в том числе и хоккеем с шайбой, значительно прибавилось. И, как знать, возможно, именно из них будет укомплектовываться не только профессиональный хоккейный клуб «Рязань», но даже и сборная страны. Несомненно, новая форма спортсмену всегда в радости. Закончить сегодняшнюю программу тоже хочется кратким известием о людях молодых и радостных. Лучшие студенты Рязанского государственного университета вернулись из поездки в Крым, где провели 10 незабываемых солнечных дней. Встречалась с поощренными студентами. По-хорошему завидовала им Оксана Тебенихина. Студенты – народ простой. Многого им, как известно, для счастья не нужно. Сессию закрыть, покушать повкуснее, да и вдоволь повеселиться. Ну а руководство Рязанского госуниверситета приняло решение поощрить наиболее старательных подопечных и отправить ребят в Крым, чтобы отдохнули как следует перед началом учебного года, набрались сил и положительных эмоций. 43 студента с разных факультетов РГУ быстро сдружились, ну а в хорошей компании время летит незаметно. Ребята в этом убедились. Говорят, 10 дней, а именно столько они провели на побережье Черного моря, им оказалось недостаточно. Для студентов, конечно же, очень важно, чтобы их жизнь в университете была яркая, была красочная, была полна положительных эмоций и впечатлений. А это может быть только тогда, когда университет такие возможности создает для получения таких эмоций. Еще не отошедшие от Крымского солнышка студенты были сегодня приглашены в нашу студию. Все, понятно, не поместились, но без собеседника, ведущей программы подробностей Олеси Харлина, разумеется, не осталось. Разговор состоится прямо сейчас. А у нас на сегодня все, за исключением краткого объявления. Завтра в 16 часов в камерном зале Альзанской филармонии состоится творческая встреча всех желающих с Юрием Борисовичем Норштейном, знаменитым режиссером-мультипликатором, который, напомним, раз и навсегда создал для планеты в 1975 году великого ежика в тумане, ну а до и после этого еще снял немало талантливейших работ. Приходите завтра в филармонию, там мы встретимся, равно как и в эфире программы «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин